20 лет назад Руслан Корнев приехал в Дагестан и решил здесь остаться. Он завел семью, открыл собственный бизнес. Мужчина стал помогать тем, кто пошел по неправильному пути. Руслан построил дом для наркозависимых людей, благодаря которому вылечиться и вернуться к нормальной жизни смогли сотни наркоманов и алкоголиков. О доме милосердия расскажет Патимат Бурзиева. На обед суп или каша, и никаких излишеств. Максим Ткаченко здесь заповара, родом из Краснодарского края. В прошлом наркоман. Дагестан приехал два месяца назад, чтобы исправиться. И уже есть результаты. Алкоголя у нас нет, табак, курение у нас запрещено. Ведем здоровый образ жизни, стараемся больше белка, конечно. Как себя чувствуете? Отлично, все классно. С утра просыпаешься, жить хочется. Все здорово. 20 лет назад Руслан Корнев решил построить дом для наркозависимых людей. Говорит, что и сам был когда-то наркоманом. Нашел себе силы и перестал их употреблять. После чего решил помогать другим. Я просто находил людей на улицах, в подвалах, брал к себе домой. Они жили у меня. Возникла идея построить что-то отдельное, удобное, светлое, уютное. Чтобы каждому человеку, который оказался под открытым небом, было место, где найти приют. Вместе с Максимом в доме милосердия, так его назвал Руслан, проживают еще 10 человек. Это и местные жители, и приезжие. Главное занятие для них – это физический труд. Проживание здесь бесплатное. Необходимо соблюдать три простых правила. Не пить, не курить и не скверно словить. Приехал из Самарской области. Были проблемы с алкоголем и с наркотиками. Немножко трудимся. Помогает. Кровать они сделали своими руками из досок. На полу не везде хватает ковров, на окнах – занавесок. Руслан готов принять любую помощь от окружающих и сам оказать ее тем, кто в этом нуждается. Если кому-то нужна помощь, вы знаете таких людей, я думаю, будет номер телефона, можно позвонить. И мы приедем, исследуем и постараемся помочь, чем сможем. Совсем недавно Руслан и его подопечные построили спортивную площадку для ребят, проживающих в поселке. Теперь подросткам есть чем заняться в свободное время. Я увидел, что здесь очень много молодежи, много подростков. И то, с чем я столкнулся, что они бездельничали, заняться нечем, пойти некуда. Я решил, что нельзя оставаться в стороне. И мы решили сделать такое место, где молодежь будет собираться, общаться. Есть у мужчины еще одна задумка – открыть студию звукозаписи для съемки детских мультфильмов, репортажей и передач. Мы планировали в этой комнате снимать такие короткие сюжеты, выкладывать их в YouTube. Потому что одно дело, когда взрослые чему-то учат, а другое, когда сами подростки будут рассказывать о своей жизни, как их жизнь изменилась, и таким образом влиять на других. Естественно, всех одноклассники посмотрят, родственники посмотрят, друзья, и скажут, слушай, классно, супер, и тогда добро будет умножаться. Когда в центре завершатся все работы, Руслан планирует построить дом и для пожилых людей. Куда вот такие пожилые люди могли бы приехать, жить там, получить заботу, играть в настольные игры, общаться. Он помогает своим подопечным, а не с его помощью уже другим людям. Это главный жизненный девиз Руслана, благодаря которому смогли вернуться к нормальной жизни сотни бывших наркоманов и алкоголиков. Пациент Бурзиева, Селина Таджибов, Время новостей, Каспийск.